Привет, друзья! Добро пожаловать ко мне на Регмон! С вами Жанка, и сегодня мы с вами рассмотрим очень важный вопрос. Это половой вопрос. Я думаю, многие из вас задавали с опросом, какие бы сделать дома полы. И сегодня мы с вами об этом немножечко поговорим. Естественно, мы делаем ремонт и поменяем полы. У нас до этого был ламинат, и он не особо хорошего качества. Где-то местами был сделан на каких-то пробках, в общем, ходил весь ходуном. И мы решили, нужно что-то с этим делать. Естественно, мы выбирали из нескольких разных материалов. Мы думали, первое, может быть, нам положить хабеллор. Потом мы думали, может быть, положить плитку, либо какой-то камень. Думали, может быть, положить винил. И решили все-таки, опять же, положить ламинат. И почему мы это решили сделать, сейчас я вам немножко расскажу. Итак, во-первых, естественно, мы находимся с вами в вибралтаре. И здесь моде. Естественно, я немножечко посмотрела, что модно, что люди делают, чем они стелят полы. И я поняла, что здесь, в принципе, в моде был ламинат. И очень большой, хороший выбор этого материала. И поэтому, наверное, как бы вышел выбор в основном на ламинат. Но, естественно, я очень люблю ковры. И, наверное, как бы в России, да, где холодно, и там в Англии у нас были ковры. Естественно, если бы это был какой-то холодный климат, то я бы предпочла ковровое покрытие. Потому что оно мягкое, оно теплое, удобное, для ног приятное. Я люблю ходить в носочках, или вообще босиком. Поэтому, естественно, я бы предпочла ковер. Мягенький и тепленький. Но здесь ковры не кладут, поэтому пришлось вычеркнуть из списка эту опцию. Значит, так, следующее. Естественно, осталось выбрать, да, выбирали, думали, может быть, положить плитку. Но, как я говорю, здесь я посмотрела, плитку в основном только кладут на кухне и в ванной. А в домах, как бы в остальных комнатах плитка здесь как-то не особо модно класть. И, естественно, я не особо этого хотела, потому что плитка холодная. И поэтому я никогда бы не захотела ее класть, если бы, естественно, здесь не было модно. Если было модно, то, возможно, может быть, я бы подумала обо плитке. Но мое личное предпочтение, нет, плитку я не люблю, потому что, во-первых, на ней все видно. Все, весь пух, пыль, там, волосы какие-то. Потому что мы до этого снимали квартиры очень много. И там, где была плитка, мусор видно было. Просто вот на... Только ты пропылесосил, ну, не пропылесосил, там, плитку протираешь, да. И через какие-то, там, не знаю, 5 минут уже весь пол, как будто ты его не чистил. Все в пыли, там, на следующий день опять пыль, грязь. Поэтому просто я парилась, когда мы снимали такие квартиры. Поэтому плитка отпала сразу. Потом, естественно, когда прохладно, здесь тоже бывает прохладно. Минусовых, конечно, температур нет. Но, тем не менее, все равно холодно. Хоть как бы ты не покрывал это все коврами, все равно есть места, да, где нужно ходить по голой плитке. И в носках, естественно, когда прохладно, не особо приятно. И также очень больно пяткам. Я мог... Это я тоже говорю по себе. Из своего личного опыта. Хождение... Дохождение в квартире с плиточным покрытием. Плитка или камень. Очень холодно и болят пятки. Невозможно. То есть нужно ходить мягких тапочках постоянно. Я этого не люблю делать. Так. Следующий, значит, выбор. Естественно, мы думали винил. Потому что винил здесь становится тоже очень модным. И считается достаточно практичным. Его можно использовать в ваннах, на кухнях, так как он водонепроницаемый. И, по-моему, даже не горит. В общем, очень хороший материал. То есть, как бы, вот нам рекомендовали. Либо винил, либо ламинат, в принципе. Ну, как бы, мне тоже рекомендовали. Говорили, как бы, что модно. То есть убирай, что хочешь. Но, вот, винил мы решили не класть. Сначала мы думали положить. Я его видела. Он у нас старой ванной был. Я вам покажу. Но он очень похож на резину. Он не издает звуков. То есть, когда хочешь по ламинату, слышно. Особенно на каблуках. На виниле, как бы, нет такого эха, можно сказать. Он больше, как бы, резина. И по нему тоже мягче ходить. То есть, как бы, пятки не болят. Если ходить без тапочек, опять же. Поэтому, да, мы рассматривали винил. Но, но, моя мама, как всегда, вычислила в это, что винил очень плохо для организма. Поэтому, естественно, я решила немножечко посмотреть в интернете. И нашла действительно много информации. Не в пользу виниловых полов. Именно то, что там находятся летучие органические вещества. То есть, они якобы испаряются. И если виниловые полы особенно новые, то вот именно за счет этого не особо хорошо для организма. То есть, как бы, дышишь. Если во всем доме виниловые полы, то приходится дышать вот этой химией. Понятно, что у нас сейчас химия везде. Поэтому, как бы, ну, с одной стороны, как бы, можно было, ну, ладно, химия, химия. Но, плюс, так же они кладутся на клей специальный тоже. То есть, клей это тоже химия. То есть, ну, как бы, подумали вот так, слишком много действительно химии. Вот. И поэтому отпало у нас, как бы, виниловые полы отпало. И мы остановились снова на ламинате. И, честно сказать, точно так же, если смотреть, как бы, виниловые полы сейчас очень делают, в принципе, высокого качества, говорят. Но, все равно, да, я, как бы, не особо доверяю. Все равно мне считают, что там наверняка много химии. Но, так же они очень похожи на ламинат. Но, как я говорю, то есть, видно, они какие-то больше похожи на резину. Поэтому, в принципе, когда я смотрела жилье, это в сделанной квартире, виниловые полы, на меня как-то не особо произвело впечатление. Я все-таки люблю, чтобы как-то было красиво, немножко там блестело, да, чтобы вот что-то было поинтереснее. Поэтому, мне показалось, ламинат, все-таки, с этой точки зрения, более интересный материал для полов. Мне кажется, будет лучше смотреться. Хотя, кому как. Но, в общем, вот так мы рассуждали, как бы, так вот выбирали, думали. И сейчас я вам покажу вот ламинат, который мы выбрали. То есть, сейчас, как бы, ну, скажем так, модно светлый. Светлые полы, светлый ламинат. Честно говоря, я, когда думала поменять полы, они были коричневого цвета, я как-то сразу, почему-то, мне захотелось вот именно сделать светлые полы. Я даже не знала, что это модно, что это какой-то тренд. А вот именно светлые полы и очень-очень светлые. Мы выбрали такие немножечко, как бы, они светло-сероватые, такие с немножко коричневыми вкраплениями, потому что, естественно, я смотрела так же с точки зрения практичности. Слишком белые полы, они становятся быстро грязными. И, естественно, опять, как с плиточными полами, знаете, мыть каждые 5 минут, ну, очень-очень не хочется. Поэтому, естественно, в магазине, к сожалению, нельзя снимать. Сейчас я вам покажу на картинке. Я пошлепала, взяла несколько досок, как бы, разных вот этих ламинатных. Белые, такие вот светлые, серые, сероватые. И на всех, по всем по ним прошлась. То есть, как бы проблем не было, в магазин разрешили это все попробовать, потестируют, можно сказать. По всем по ним прошлась. И, как бы, выбор выпал вот именно на эти полы, которые вам сейчас покажу, потому что я по ним прошлась, и на них не осталось отпечаток. Вот. И, как бы, мне это, естественно, понравилось. Вот. Ну, сейчас немножко вам покажу и расскажу о качестве этих полов. Итак, друзья, ну что же, вы видите, вот эта кучка, это наш ламинат. Вот сейчас я вам покажу. Не знаю, видно тут, конечно, цвет или нет. Я, как я вам говорила, он такой светлый, серенький, вот немножко с коричневыми вкраплениями. И, как я говорила, когда я тестировала, наступала на вот этот ламинат, он не так сильно пачкался, как обычный белый, вот сейчас очень модный. Я вам покажу сейчас расценки. Вот, как вы знаете, в магазинах не разрешают снимать, но есть вот каталог. Сейчас вот вы увидите, это серия премьера, она называется AC5. Просто сейчас хочу еще раз показать. Гарантия 30 лет. То есть, видите, можно применять в комнатах, в спальнях, на кухне, в ванной, даже в магазинах. То есть, очень устойчивое должно быть. И вот здесь картинка, как бы, 4 человека, да, как бы на семью. Но также вот картинка, если вы посмотрите, то видите, что животные. То есть, на этих полах могут спокойно, как бы, семья и животные ходить. И они должны быть очень хорошего качества. Вот. Сейчас я вам покажу, как бы, вот здесь в Испании, Лерой Мерлин, я, насколько я знаю теперь, что в России тоже этот магазин есть. Я думаю, может быть, вам будет интересно или полезна эта информация. То есть, нам, как бы, сказали, что посоветовали смотреть вот на что. Смотрите, вот как раз вот это видите, AC3, AC4 и AC5, как я вам сказала. AC5 нам сказали, что это самая лучшая серия. И, ну, не знаю, класс, наверное, тоже класс 33, что ли. То есть, если вы будете выбирать, то смотрите. Вот здесь тоже, как бы, как по картинкам, да, выходит. То есть, как бы, и в AC4, и в AC3, вот вы увидите, какие картинки есть. То есть, вот AC5, вот именно, где вот эти все картинки, это значит, что это самые-самые такие устойчивые полы. Премьера серия премиум. Также есть разные серии и с разной гарантией. То есть, вот мы выбрали самые-самые, самые-самые 30 лет гарантии. То есть, как бы, они должны быть самые устойчивые. Как вы видите, другие вот серии, они немножечко идут поменьше. Ну, где-то тут тоже 20 лет гарантии, где-то даже, видите, всего-навсего 5 лет гарантия. Думаю, что это не особо хорошие полы. Так, ну, вот смотрите, здесь, как бы, картинки. Немножечко вот расценки. Вот, самое дешевое, естественно, будет AC3. Там сколько вот они, видите, где-то около 6 евро квадратный метр. Там где-то 3,50, но это вот чисто прям только в спальню их класть рекомендуют. Вот, ну, смотрите, разные расценки. Так, вот, как я вам говорила, очень белые. Это вот эти очень сильно пачкаются. И вот эти цвета, я по ним ходила по всем. И они все оставляют очень сильные отпечатки. Ну, вот этот цвет очень-очень модный. Я смотрю вот во всех даже журналах модных, как-то в этом году. Может быть, это не только в этом году, но в последнее время очень модно. Такие полы, по сравнению с темными, светлые. Ну, как-то, наверное, не знаю, стильно тоже смотрится. Посмотрим, когда мы положим, как это все будет выглядеть. Я, конечно, не представляю, честно говоря, светлые полы. Так, сейчас я вам покажу вот модель, которую мы выбрали. Она называется Frozen Oak, по-моему. Ну, если я не ошибаюсь, вот эта модель. Она весь, ну, 30 лет гарантии, как бы, вот самая такая, 14,95. Вот она стоит за квадратный метр. Я считаю, что это даже очень неплохая цена за эти полы, за такое качество. Надеюсь, что качество не подведет, действительно. Ну, как бы, такие расценочки здесь видите. Так, а вот тут у нас сейчас, это тоже все ламинат. Но есть какой-то, видите, еще дороже. Вообще, 38 евро квадратный метр. Это просто какой-то супер, солид, экзотик, какой-то эвкалипт, якобы. Ну, в общем, не знаю, видите, есть еще и очень, даже еще дороже намного. Так, а это, смотрите, виниловые полы. Видите, они практически такие же. Их не отличишь, в принципе, от ламината. Ну, и расценки тоже, в принципе, не особо, потому что они дорогие. Где-то он в пределах 14 евро, там, где-то 10 евро, 8 евро. Не знаю, ламинат, различаются ли у него какие-то классы, вот я не вижу. Не ламинат, а винилы. Вот эти, виниликос. Не знаю, есть классы или нет, но видно тоже по картинкам. Я думаю, наверное, тоже разные вот эти вот можно определить по ним, насколько хорошие полы или нет. Качество. Вот, так, ну, все, наверное, это тоже как бы виниловые полы. Ну, и это вот керамические полы. Ну, в принципе, как я говорила, керамика, плитка тоже. Вот видите, какие расценки. Но я говорю, что мы сколько снимали квартиры вот с такими полами, из керамики или плитки, очень холодно. Реально холодно. Ну, конечно, для России будет очень холодно. Поэтому я бы не стала класть, вот как на мое усмотрение. Ну, все, друзья, надеюсь, что как-то было, может быть, вам полезно это видео. Спасибо, что смотрели. Всем пока!